озвучено что новая система состоит из двух частей во-первых там присутствует некий коин и везде цель создания преобразования всех внутренних вести в коин на базе блокчейн сети беп-20 но насколько я понимаю как уже заявлялось в новостях они действительно хотели подключить блокчейн для конвертации пункт 1 перевод средств зеленого кабинета на личный крипто кошелек хранение bv sd у себя значит насколько я понимаю фраза цель создания говорит о том что это некий токен который они создали видимо самостоятельно как раз для определенной цели перевода средств зеленого кабинета пункт номер два свободное перемещение токена между крипто кошельками пользователей транзакции отправки получения блокчейн транзакции отправки получения блокчейн немножко не по-русски сформулирована что значит отправкой получения блокчейн ну ладно так и пункт 3 свободного и прозрачного движения и учета данного коина на из площадку клуба ну то есть насколько я понимаю создается некий коин bv sd смысл этого как раз смысл данного коина перемещаться между крипто кошельками пользователей как обычно используют криптовалюту и для перевода средств зеленого кабинета наличный кошелек а вот по какому курсу как это все будет происходить вопрос конечно интересный так коллеги по данному пункту есть что-то сказать прокомментировать пожалуйста говорить эмиссия эмиссии восемьсот девяносто пять миллионов штук курс 1 биви sd это один вести то есть насколько я понимаю один к одному эмиссия равна сумме баланса всех аккаунтов зеленой компании после погашения всех займов и начисления убытка как уже я обсуждал видео которое записывал буквально еще в марте 22 года если кто смотрел согласно отчетом компании гермес отчет опубликован отчет за 2020 год на тот на тот момент суммарная суммарная скажем счета суммарные балансы счетов виста в гермесе в двадцатом году составляли 1 миллиард 700 миллионов евро ну там были частично счета евровые частично долларовые ну короче если все просуммировать там получается порядка 1 миллиард 700 миллион естественно эта сумма с ломбардными взятыми ломбардными кредитами то есть можно сказать это разогнанные счета увеличенные с помощью кредитного плеча понятное дело что работа так сказать продвижение в двадцатом году не прекратилась еще продолжалось движение в двадцать первом году и если брать тенденцию то за 2021 год то есть по итогам 21 года хотя отчет не был опубликован но логика подсказывает что там сумма счетов должна превысить уже 2 миллиарда евро но повторю это именно с ломбардными кредитами займами и так здесь мы с вами видим конкретную цифру эмиссия равна сумме баланса всех аккаунтов зеленой компании после погашения всех займов и начисления убытка то есть получается как вы знаете недавно были автоматически погашены все взятые ломбардные кредиты то есть получается если раньше счета были разогнаны соответственно сейчас ломбардные кредиты все погашены уже на балансах осталось только тьс но те деньги которые должны быть без ломбардных кредитов и плюс еще вычтена вычтен тот самый убыток 19 процентов о котором было заявлено да и получается фактически насколько я понимаю полку когда они все вот это посчитали то есть они погасили ломбардные кредиты автоматом плюс они вычли тот самый убыток о котором они говорят и получилось на балансе осталось восемьсот девяносто пять миллионов так восемьсот девяносто пять миллионов то есть смотрите получается уже у нас есть конкретная а цифра то есть фактически задолженность компания перед участниками назовем так составляет восемьсот девяносто пять миллионов ну естественно у большинства были открыты счета в евро то есть ну назовем так условных единиц восемьсот девяносто пять миллионов евро то есть уже после погашения взятых ломбардных кредитов речь идет не про миллиарды а ну почти девятьсот миллионов окей так коллеги есть что добавить по данному это я просто сейчас рассуждаю вслух то есть не как я сказал и эти все вещи должен комментировать там роман василенко или представитель компании но раз у нас роман викторич смелый офицер уже год прячется от инвесторов нам приходится вот таким образом собираться вместе устраивать созвоны и обсуждать вот это все пожалуйста есть у кого какие-то мысли комментарии дополнения то я смотрю вы там в чатах прям все такие активные а когда ходит время включить микрофон и чего-нибудь добавить почему-то куда-то все сливаются вот пожалуйста даю вам площадку включаете микрофон и говорите андрей приветствую приветствую сообщества меня зовут алексей вещая из баня поэтому связь немножко может там где-то преломиться исчезнуть пропасть в общем смотрите вот ситуация на мой взгляд какая я там где-то проинвестировал уже не буду там вдаваться в подробности вот андрей да правильно ты говоришь там эмиссия все вот эти вот все моменты оно понятно но допустим если компания ну хорошо у нее начнут проблемы да есть там пайщики есть кто там по квартирам по теме квартир по грубо говоря по инвестиционным каким-то моментом зашел да и заходит данный момент но хотелось бы понять саму вот стратегию компании вот ну мне честно я не то что против я даже не против не за не против а есть у меня определенные моменты да вот допустим я зашел хорошо корабль там пошел немножко ну так скажем утрируя да подпросил и в данном в данном моменте получается вот эти все так скажем разгон как правильно да я там не буду сейчас вот этими этот громкими словами немножко ну как бы не в теме да там вот эти ниси и плечи там и так далее вот я скажу так что допустим на разгоне да и когда этот разгон закончился все вот эти мероприятия связанные с вычетом вычетом тех комиссионных так скажем издержек компании они продолжаются и продолжались вопрос в том что вот от перестановки там слагаем сумма ну не поменяется да от перестановки этих цифр так скажем простым языком все идет уж какой-то там регресс ну то есть в минус в чем вот сам вот инструмент где это компа сейчас понятно что там за вычетом вот этих издержек за вычетом издержек это можно до бесконечности продолжать и в итоге прийти к тому что конечно ничего никто не должен и как бы просто если была бы там допустим цель компании дальше как-то там ну вырваться из этого вот вот низа да так скажем который вот образовался с с этой вот так скажем ситуации да которая там и в мире ситуации на рынках понятно можно до бесконечности это все но но где она в чем она заключается чтобы просто кабинет на кабинет поменять и вычесть допустим 20 процентов из одного кабинета в другой а потом еще удержать 7 процентов вот я как инвестор пускай да вот в чем логика просто ну дальнейшего допустим может быть я не захочу уходить а еще захочу поднести ну вот в чем логика моего нахождения здесь если у меня постоянно не то что там прибыль а просто ну исчезают дивиденды так сказать и и кровные вот 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 в чем в чем здесь сама суть посыла вот понятно эти токены один к одному чем они там грубо говоря подкреплены под собой nft это хотя бы там пиар на пиар сейчас у компании но средств нету они заморожены но временно все что там говорят про миллиарды но это действительно деньги пайщиков людей да но из-за того что как бы из этой массы там ну грубо говоря я не про полицию да это может быть плохо там или хорошо там кто-то семей кого-то привел так далее но только лишь из-за того что люди как бы не обращаются да есть возможность вот ну как бы еще пока вот бить себя в грудь и говорить о том что ну якобы там что там ну там долгов то на 200 миллионов но по сути то это не так да и и даже не в этом то весь смысл вот как первое как вернуть свои деньги да второе но если их даже не вернуть как сделать так чтобы хотя бы отбить то что уже потеряно вот вот какая есть модель просто но я как бы немножко так могу соображать да и пока я не понимаю вот вот на чем она основана что все будет хорошо и все мы тут сейчас подкорректируем и дальше идем там допустим зарабатывать вот 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 хорошо спасибо алексей вы немножко так пространно рассуждаете в этом и смысл нашего созвона потому что хотя я в криптовалюте не новичок но даже для меня пока вот то что мы сейчас читаем это очень как бы все абстрактные такие вещи то есть по хорошему по хорошему тот кто вот это все придумал возможно в этом есть какое-то рациональное зерно но тогда тот кто вот эту схему придумал он должен провести какой-то вебинар и разъяснить то есть вот эти вот все нюансы но пока вебинара по крайней мере записи вебинара мы не получили возможно планируется вебинар опять как всегда сверх секретном режиме как мы знаем даже мероприятия проводятся в разных городах где там у присутствующих на мероприятиях изымаются телефоны чтобы там не дай бог то чего не записал и так далее да поэтому вот мы пытаемся сейчас сделать своего рода мозговой штурм понять если сейчас здесь присутствует человек который хорошо именно соображает в крипте и может там свои какие-то комментарии предоставить пожалуйста у нас сейчас можно сказать такая открытая площадка голосовой штурм мозговой штурм читаю дальше комиссия за вывод зеленой компании два с половиной процента конвертированная в бенби смарт чейн пользователь создает заявку на вывод своих средств возможно по частям указано почему-то большими буквами указывает свой крипто кошелек инструкция то есть видимо здесь должна быть ссылка на инструкции обязательно только со своего указанного в заявке кошелька оплачивают комиссию в коине бенби смарт чейн дальше автоматически выполняется а транзакция вывода и так еще раз давайте подведем итог получается а после погашения ломбардных займов то есть они подсчитали что на баланса всех счетов остается восемьсот девяносто пять миллионов берется курс 1б везде равен одному в ст и комиссия за вывод зеленой компании два с половиной процента то есть получается был был вычтен убыток девятнадцать целых восемь десятых процента плюс плюс еще заплатить комиссию два с половиной процента и собственно как видим пользователь создает заявку на вывод своих средств указывает свой крипто кошелек обязательно только со своего указанного заявки кошелька оплачивает комиссию то есть как бы выглядит это так что типа вот мы ваши вот эти цифры конвертируем вот в этот токен или coin и вести и платите комиссию два с половиной процента и выводите но для меня этот текст звучит так пожалуйста если есть кому что-то добавить говорите ваши мысли по этому поводу потому что вот алексей допустим только что говорил что на но мы что хотим что хотят инвесторы до получить обратно свои деньги то есть вот конкретно вам показан план каким образом они собираются это сделать то есть пока еще не до конца ясны технические детали как это все будет происходить но выглядит вот так что именно были автоматически погашены все ломбардные займы с оставшихся денег был вычтен убыток девятнадцать целых восемь десятых процентов все оставшиеся деньги приравнены один вести равен одному вот этому и и везде и вычитается комиссия за вывод два с половиной процента я так понимаю судя вот судя потому что здесь слово есть инструкция видимо ну может быть уже готовы или готовится какая-то инструкция как это вообще можно будет делать так коллеги пожалуйста кто хочет добавить прокомментировать говорить добрый вечер можно вопрос задать конечно привет саганда подскажите да здравствуйте андрей подскажите пожалуйста вывод 2 процента комиссия это получается не со счета который мы выводим с наших долларов там например а именно с наших кошельков да минус у тебя куда мы хотим вывести деньги так еще раз прочитаем обязательно только со своего указанного в заявке кошелька оплачивать комиссию в коине бенби смарт чейн далее автоматически выполняется транзакция ну то есть логика подсказывает что обязательно только со своего указанного в заявке кошелька оплачивать комиссию ну то есть получается отправляем комиссию но смотри насколько я понимаю вот эту фразу то есть получается у тебя есть кошелек ты его должен заранее пополнить вот этим коином бенби смарт чейн и делаешь заявку на вывод но вот эти два с половиной процента они уже насколько я понимаю должны быть у тебя на кошельке то есть чтобы комиссия списалась именно с этого кошелька ну видимо будет смарт контракт какой-то который автоматически заберет два с половиной процента при отправке денег видимо да если вот так им отправлять то вы получается два с половиной процента отправить еще 0 8 процентов сам бенби смарт чейн стоит этот протокол сеть по передаче крипты у него же тоже своя комиссия сколько ты сказал 0 8 0 8 дойдет ну вот значит два с половиной плюс 0 8 это получается 3 3 3 до 3 3 процента в итоге не они не про неправильно все да значит смотрите комиссия если в сети битвад переводят день триста кошелька на другой триста кошелек составляет в бинди там 0 0 0 2 примерно 0 1 доллар вот это если в сети битвад с биржи переводится бенок тогда может быть 0 3 0 8 а в кошелька это копейки поэтому два с половиной процента это очень бы реперсная комиссия очень много потому что сам блокчейн возьмется 0 1 доллар за один перевод и неважно сколько там переводится токенов хоть миллион хоть десять штук тысяча за один перевод 0 1 доллар если даже 450 тысяч клиентов и надо сделать 450 тысяч переводов это составит 45000 юсдп долларов венби там будет по другому еще меньше налей больше вот поэтому ну то есть это копейки а они хотят чтобы вот эти восемьсот девяносто пять миллионов штук вывести на два с половиной если умножить то это будет 22 миллиона долларов они хотят собрать людей и все только за то чтобы появилась возможность перевода на кошелек просто рейтинг подожди но откуда взялась цифра 22 миллиона если восемьсот девяносто пять миллионов токенов умножить на два с половиной процента а то есть ты просто взял так восемьсот девяносто пять миллионов умножаем на два с половиной процента равно да слушай 22 миллиона 375 тысяч эта цифра эта цифра подозрительно похожа на сумму 22 миллиона которые как раз находится в кошельках нового проекта да не это надо понимать что самому блокчейн потребуется всего 45 тысяч это он действительно заберет а остальное останется у владельцев токена как на вас хорошо но и вот возникает вопрос смотрите ребята мы мы читаем сейчас вот этот план план то звучит конечно прикольно именно что ребята вот у вас зеленом кабинете я сейчас некие циферки уже очищены от всяких там ломбардных кредитов от залогов от всего и получается сейчас ваши в ст с конвертируется вот в эти в би в с д по курсу один к одному заплатите два с половиной процента и выводите но то есть возникает вопрос получается у романа якобы действительно есть где-то там вот эти восемьсот девяносто пять миллионов у нас же весь последний год мы рассуждаем вот эти циферки которые были на счетах а виста а напомню что согласно отчету двадцатого года эта сумма при превышала там ну один миллиард семьсот миллионов да то есть это должны быть миллиарды долларов должны быть активы на миллиарды долларов которые подкрепляли бы вот эти цифры и как мы неоднократно обсуждали на наших созвонах то есть многие говорили это все чушь собачья никакого инвестирования вообще не было гонялась внутрянка просто по счетам между физическими лицами с кошелька с карты на карту и так далее никакого инвестирования не было все разворовано а мы сейчас обсуждаем что якобы вот этот текст что якобы существует восемьсот девяносто пять неких миллионов которые якобы собираются выводить возникает вопрос они есть эти восемьсот девяносто пять миллионов или гипотетически да юр говори конечно да потому что смотри тут все по косвенным показателям все просто за вывод за перевод этих токенов на крипто кошельки платит от своих переводов для того чтобы все эти 895 токена перевести даже на четыреста пятьдесят тысяч кошельков компания должна потратить 45 тысяч долларов если она не хочет это делать он даже уменьшим на эту сумму баланса клиентов она просто должна потратить а она хочет сначала собрать клиентов 22 миллиона для чего если у нее даже 45 тысяч нет оплатить транзакции таких миллиардов мы разговариваем ну я с тобой согласен да но смотри большинство людей ведь сейчас давать давай так рассуждать вот у человека в кабинете есть тысяча тысяча и вот этих токенов или циферок тысяча в ст которые сконвертировались в тысячу би в с д и ему сейчас говорят так дорогой чтобы тебе твою тысячу вывести тебе надо заплатить комиссию два с половиной процента человек как прикидывает так ну два с половиной процента от тысячи это двадцать пять 25 долларов да окей я готов заплатить чтобы мне вывели тысячу ну как бы логика же есть есть то есть если это давай так рассуждать если человек заплатил пи это перевел на свой кошелек вот эту комиссию 25 долларов и спустя какое-то время ему пришла вот это тысяча но есть логика в таком поступке ну вроде бы как есть другое дело что если он перевел 25 долларов а в ответ ничего не получил и как бы деньги отправлены в никуда да ну он отправил якобы некую комиссию да а в ответ никакой тысячи не получил а получил какие-нибудь очередные позитивные обещания что скоро мы вам все сделаем скоро все заработает да пожалуйста коллеги кто еще хочешь в этом даже не можно не сомневаться что эти фантики переведут на кошелек дьявол в деталях все начнется позже в следующем пункте и прочитаешь то есть получил ты эти тысячу б везде тебе на кошелек за сколько ты сможешь продать и кому так площадка клуба токен utl-t это я так понимаю мы уже говорим именно о кабинете в кабинете в проекте united to live пункт 1 организация системы пополнения и вывода бвсд в клубе с таким же функционалом как организована юсдт то есть получается а есть кабинет united to live там вот и вывод происходит через криптовалюту юсдт и соответственно согласно данному пункту они планируют сделать систему пополнения вывода клубе еще вот в этих самых токенах бвсд пункт 2 организация торговой пары бвсд и usd-т бюсд со свободным курсом в начале курс обмена может быть маленьким например 0.25 юсдт к одному бвсд но в дальнейшем обеспечить ликвидность обеспечить ликвидность один к одному за счет конвертации активов зеленые компании крипту в крипту сжигание 7 процентов бвсд смотрите пункт 3 3 и прибыли от деятельности клуба так вот смотрите вот эта фраза за счет конвертации активов зеленые компании то есть намек на то что у зеленые компании есть активы как мы неоднократно обсуждали если если кроме циферок ничего нет вообще это одна ситуация если у романа василенко какие-то активы недвижимость акции что угодно есть это уже другая ситуация комиссия за обмен бвсд и usd-т 2 процента платит продавец бвсд сжигания также увеличивает ликвидность то есть получается если я правильно понимаю из зеленого кабинета в новый кабинет перечислили вот эти самые бвсд и тут обратите внимание звучит фраза что продажа этих фантиков этих токенов будет происходить со свободным курсом то есть как договоришься найдешь покупателя на вот эти фантики на эти коины соответственно по такому насколько найдешь за столько и продаж причем они сами даже признают в начале курса обмена может быть маленьким например 0.25 usd-т ну а может быть и меньше да комиссия за обмен два процента комиссии конечно они в мире криптовалют как-то наоборот комиссии достаточно маленький да но они любят тут у них то два с половиной два процента что то такое так юр по этим пунктам хочешь что-то добавить до предыдущем сообщении они писали что они выпустят новый токен который будет обладать функциями стебл коин а здесь они пишут что он со свободным курсом и начинается уже не цены не один доллар а 0.25 ну как бы не стыковка с предыдущим сообщением где-то кто-то грел но смотри они как хитро пишут в начале курс обмена может быть маленьким но в дальнейшем обеспечить ликвидность один к одному каким образом они собираются это сделать за счет конвертации активов зеленой компании в крипту то есть типа сейчас мы это все выпускаем и курс может быть маленьким но типа не один к одному да но мы будем стараться вот за счет конвертации активов зеленой компании а опять таки мы с вами не знаем сколько этих активов давайте вот вернемся сюда смотрите еще раз что такое восемьсот девяносто пять миллионов это просто сумма баланса всех счетов в зеленых кабинетах то есть у всех если всех просуммировать вычли оттуда ломба ломбарные займы погасили убрали оттуда убыток все вот осталась сумма всех счетов восемьсот девяносто пять миллионов и как бы и если предположить что у романа василенко там где то есть активы на восемьсот девяносто пять миллионов то начать платить один к одному никаких проблем нет бери плати если у тебя реальные активы есть а вот если именно активов нет то конечно тут придется идти на некие ухищрения о чем и говорят что вот за счет конвертации активов зеленой компании в крипту мы будем стараться обеспечить ликвидность один к одному алло алло можно я скажу пожалуйста здравствуйте вот я слушаю все это и понимаю что это очередной мошеннический ход романа василенко объясню почему такая у меня думка ну во первых когда мы открывали в 100 счета мы открывали их в евро и платили и заводили по курсу потом увеличивали счета соответственно теряли вот я открывала до 100 тысяч такие счета вот в этот раз перед всем этим скамом я буду говорить как думаю я не делала плечо и не делала ломбард этот займ вот то есть получается я сейчас захожу в свои зеленые кабинеты и вижу что у меня минус прибыль не сняли ну потому что я не делала плеч вот ну идет там удержание за управление кабинетом и так далее то есть все равно они удерживают всяким способом ухищряются что-то там списать это первое второе вы говорите за счет чего да у романа василенко есть активы но они все лежат на его крипто кошельке на который как раз таки все идет ну вот опять таки мы когда ее из детей покупаем в зеленом кабинете все идут туда на один его крипто кошелек вот его активы деньги они реальные там ну в принципе можно сказать и как он как говорят что вот сколько вы купили акций вот столько вы сможете вывести по количеству акций я вот допустим зашла на максимальный пакет вот ради того чтобы забрать деньги с ВСТ и у меня там ноль один процент акций так вот как они говорят что вывод можно будет делать от количества скупленных акций то есть если у меня ноль один вот и подумайте сколько я могу вывести со своих извините меня счетов ВСТ которые якобы они планируют перевести вот но это всей жизни не хватит вывести оттуда если вот так вот все рассмотреть поэтому ну здесь ну очередной как бы оттягивание видать времени или еще чего-то как-то мало верится что эти ВСТ счета у нас переведутся и мы сможем вывести деньги вот и вот этот клуб который они там называют еще скажу одно я не знаю я больше людей никого не приглашаю никуда я жду окончательного итога всему этому вот а есть люди которые приглашают и работают в этом направлении так вот реально опять туда люди заводят реально миллионы я знаю даже таких кто заводит туда через Коселёк Василенко вот эти миллионы и получают оттуда по 30 процентов прибыли ну то есть та же схема работы вот так вот чем больше он там оформулирует денежных средств уже реальных такие знаете тем быстрее как говорится пополнится возможность каких-то возвратов поэтому они с минимума начинают 0.25 вы извините меня если я покупал по 96 евро в свое время и заводила на ВСТ какие 0.25 с ЮЗТ ЮЗТ они приравниваются к финансовый доллар приравниваются к доллару один к одному ну вот вот отсюда мои выводы то есть это очередное тягивание времени потому что мы все знаем да Василенко вот привлекут ли его через интервал к ответственности это тоже вопрос но хотя он ставится вот ну а дальше мнение того какое есть того есть вот это мое спасибо за то что выслушили спасибо Жанна коллеги есть что добавить ну да я два слова добавлю тут слишком много всего в кучу свалено но первое убыток 19.8% сняли со всех счетов и с заплеченных и те на которых плечей нету так что вы еще раз в кабинете Гермеса посмотрите последние две транзакции первое будет снятие начисление вот этого этой прибыли с минусом а второе да это процент за управление счетом у вас это тоже будет мне кстати очень 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 нравится такой момент что они сами признают что мы за прошлый год получили убыток но при этом они не забывают снять комиссию за управление то есть вы ребята так лихо управляете что вместо прибыли делаете людям убыток раз но при этом про свою комиссию они не забыли да и плюс и плюс за ломбардный кредит они тоже сняли сняли процент так как положено да то есть они не сказали ну ребята мы понимаем что мы тут сработали в минус давайте мы не будем там брать проценты за ломбардный кредит нет какое то мы снимем с вас там все семь процентов как и положено да то есть короче когда когда мы делаем там неважно прибыль или убыток мы в любом случае с вас наш процент сдерем то что положено а вот если убыток будет мы мы с вас его снимем очень интересный подход у Романа Викторовича да очень даже интересный во первых во вторых там говорили что снятие плеч когда будет то вот это у меня прибыли нет я не делала как бы это плечо я понимала что может быть именно то что даже несмотря ну представляете да какие суммы у каждого лежат мы уже ошиблись один раз когда вышли в минус и ничего не заработали что на 4 то и удержали даже больше то есть в минус вышли в каком-то декабре я не помню или в январе 21-го или в декабре 20-го и вот не помню я уже за счет вот этих плеч которые мы делали поэтому вот когда это все закрывали на полгода говорили ни я ни своим партнером мы плечи не делали мы пошли на то что ну как бы не будем делать зато мы в убыток не уйдем понимаете а теперь получается что мы ушли в убыток на 19,8 ну это вообще у меня деньги лежали там под плечом не работали и получается еще и сняли ну это вообще уже сверх нагул да такое ощущение что вы кабинет не открывали и не смотрели сколько у вас сейчас на балансе денег ну вот я открывала буквально перед выходными когда они открыли ну вот правда я вот как бы 2-3 дня не смотрела я даже не поняла не заметила этого ну посмотрите вы сильно удивитесь да вот так хорошо коллеги давайте продолжим а то мы еще 2 часа будем обсуждать значит пункт 3 обернутый токен по-английски WRAP токен UTLTW пункт 3.1 UTLTW это тот же токен UTLT обернутый токен или WRAP токен это копия криптоактива выпущенная в другом блокчейне с одинаковыми функциями правилами оригинальной монеты в нашем случае один в один применяются все алгоритмы весь функционал обеспечения финансовая помощь комиссия уходит на сжигание и увеличивает ликвидность BVSD и тому подобное единственное отличие на начальной стадии он покупается и продается за BVSD из 10 миллионов UTLT с конца выставленных ордеров снимается 10 миллионов UTLT еще раз из 10 миллионов UTLT с конца выставленных ордеров снимается 1 миллион а из 10 миллионов снимается 1 миллион UTLT и получают статус обернутого токена с приставкой W 1 миллион UTLTW стартовая стоимость UTLT W равняется 400 BVSD с таким же принципом шага цены и на период выставленных системах ордеров размер системного ордера 1000 штук с шагом 1 BVSD пропорция такая же как и 100 штук с шагом 0.1 организация крупных ордеров 1000 с сохранением пропорции необходимо на начальной стадии из-за технических моментов со временем постепенно можно 100 на 1 десятую да этот пункт конечно очень мудреный здесь в идеале я думаю надо было чтобы присутствовал на этом созвоне тот кто это все сочинял и эту схему все придумывал ну кстати я думаю что может быть они со временем организуют какой-нибудь вебинар или видео с пояснениями ну да давайте я попробую пояснить да мне более-менее понятно значит это третий токен который выпустила компания то есть первый токен был UTLT второй токен BVSD BVSD а и третий токен вот это UTLT WB да причем первый токен UTLT которые на новом этом сайте клуб United Тури торгуется он торгуется в блокчейне трона а этот будет торговаться в блокчейне Binance то есть BVSD и поэтому они из тех выпущенных первоначально 10 миллионов UTLT забирают один ну резервируют 1 миллион а в блокчейне Binance выпускают 1 миллион таких же токенов только добавляют буквы W а дальше они говорят покупка продажа комиссии будут все по тем же правилам по каким за USDT покупаются токены UTLT в клубе поэтому просто они я почему-то думал что будет на одной и той же сети это сделано просто две разных пары но все в троне а они сделали то в троне а это в 2 не знаю понятно объяснили нет ребят ну вы дали конечно я вот ну честно я в шоке дубл а в TFT блин буду разбираться я извиняюсь что влез в беседу но очень интересно ничего не понял но очень было интересно да теперь представьте клиентов сенсионеров да которым это сейчас начнет расположить а вот здравствуйте я вот и сижу и думаю что оплатит ли моей суммы на оплату 7 процентов и комиссии хотя вот сейчас вы говорили есть люди которые понимают я вообще ничего не понимаю представляете да я тоже добавлю у меня есть люди которые пенсионеры которые вложили последние свои деньги накопленные на ВСТ счета которые хотели заработать ну пассивно и они не работали не приглашали никого они чисто пассивно были вот со своими счетами и при этом при всем я им всегда помогала делать вот эти плечи и так далее если надо было на жизнь вывести выводила то есть они вообще даже не разобрались вот эти плечи а теперь они тем более не разберутся вот настолько намудрили если это все так ну будет на самом деле это будет реально или это все таки очередной ход такое оттягивание времени да да Юр говорим два слова вот это фунт 3.1 с обернутым токеном это касается только для тех кто говорит я пока нельзя выводить и не могу выводить давайте я свои новые фантики бвсд вложу вот в обернутые токены и на нем пока они будут лежать там я на них заработаю проценты как и на токенах ютлт то есть это только для тех у кого цель не вывести себе на кошелек юсдт когда появится такая возможность а вложить в новый следующий токен свои деньги которые конвертировались вот в эти фантики бвсд то есть одни фантики вложить в другие фантики Юр а у тебя же есть кабинет в проекте united to live нету нету коллеги у кого есть кабинет в новом проекте там же применяется вот этот токен утлт если у меня память не изменяет да да все правильно да то есть смотрите ну это можно расшифровать как раз ютлт united to live это токен да и смотрите они получается выпустили вот этот обернутый токен utltw и насколько я понимаю зачем это было сделано дело в том что до сих пор в проекте united to live использовался блокчейн трона то есть как раз вот и вывод осуществлялся через криптовалюту usdt именно trc 20 то есть trc 20 это блокчейн трона но да но вывод был через физическое лицо вы про что говорите нет не понимаю еще раз в новом проекте через какое физическое лицо дом ну там вывод был через тупицу там вы ищешь выводишь на карту и ищешь что у тебя возьмет или сбер или тиньков подождите вы говорите про висту про зеленые кабинеты или про новый проект united to live про синий кабинет новый про новый про новый то есть в новом тексте чтобы вывести вам надо найти человека которому вы продадите нет андрей давай я поясню поясни поясни токен Продается, ты продаешь что-то, покупаешь. Либо это клиент, либо это компания. Ну, то есть там, как правило, с этим затыка нет. Ну, понятно. То есть, смотрите, еще раз, вот, насколько я сейчас понимаю, вот мы обсуждаем, да, еще раз, а откуда вообще появилось вот это выражение в RepToken, обернутый токен, да, это копия криптоактива, выпущенная в другом блокчейне с одинаковыми функциями. Еще раз, смотрите, в проекте United to Live Романа Василенко использовался блокчейн Трона, на базе Трона. И вот и вывод через USDT происходил через блокчейн Трона. А сейчас они хотят использовать, как мы с вами смотрели, BNB Smart Chain. То есть, BNB это Binance, это блокчейн биржи Binance. Вот, именно поэтому им понадобился вот этот обернутый токен, то есть, в дополнение к токену UTLT, они запустили еще один токен с приставкой W. То есть, это получается, в чем отличается вот этот токен от этого? UTLT это токен на базе, на базе блокчейна Трона, а это, насколько я понял, обернутый токен на базе блокчейна BNB или Binance. Это мое предположение. Вот в эти все рассуждения я пока даже и лезть не буду, тут все это очень мудреное. Global Star Club. Возможности безграничны.